Всем привет! Сегодня я решила начать новый влог. Вообще, когда приехала от дочки, два дня лежала, отдыхала. В общем, наотдыхалась. Сегодня я проснулась. Чувствую, что у меня немножечко силы появились. Я решила сделать хоть какую-то движуху и заодно вам снять все, что я буду делать сегодня. Ну, с утра я уже искупалась. Мне хорошо. Мне хорошо поменяла постельное белье. Я люблю, когда вот искупаешься, постельное белье поменяешь, и лежишь, кайфуешь, и дышишь свежим бельем. Кстати, белье мое было пересушенным. Я сегодня протестировала средство, которое я брала в Фаберлик. Это водный спрей для разглаживания белья. Я вам его уже показывала. Ну, вот такое средство. Я побрызгала на наволочки, одела уже, все побрызгала на простынь. Кстати, пахнет очень приятно. И на самом деле разглаживает. Я побрызгала и вот руками разгладила, и все складочки улеглись. Ну, незначительные остались, но они уже и такие незначительные. Поэтому, если вот кому надо протестировано, берите хорошее средство. Вот я решила этим средством побрызгать наволочку. Вот одну побрызгала, и сразу видно, что у меня разгладились, но не до конца, конечно, немножечко еще есть, разгладились вот эти складки. А другая подушка, вот если вам видно, она еще вся очень помятая. Я ее сейчас тоже вот побрызгаю и руками разглажу, и будет она как поглаженная. Так что это работает. Хочу вам сказать, мне нравится это средство. Вот я побрызгала, руками разгладила, и прямо видно на глазах, прямо на глазах. Разглаживаются все складочки. Так что, если хотите, вы такое приобретайте средство, оно действительно работает. Если на другую сторону перевернуть, вот видно, насколько она помята. Сейчас другую сторону тоже обработаю. Я сегодня не накрашена, потому что я чуть попозже буду делать депиляцию усиков. Я смотрю, они у меня уже отросли, и я эту депиляцию уже несколько месяцев не делала. Ну, думаю, ладно, пора уже сделать. В общем, я уже не боюсь, как в начале. Ну, в начале было страшно, сейчас уже как бы, ну, немножко больновато, но можно уже это потерпеть. При том, что я уже знаю, что в начале лучше смазать лицо, может быть, спиртиком, чтобы убрать какие-то лишние бактерии на лице. А после депиляции я уже приобрела такое специальное масло, которое вот именно после депиляции для лица, и оно уже будет снимать вот это жжение, которое остается потом. Ну, ладно, это будет после. Сейчас я еще хочу сделать интернет-заказ уходовой косметики за кожей лица, которую я буду тестировать для вас в следующем видео. Какую косметику я буду заказывать, не скажу пока, пусть это будет такой секретик, сюрпризик. Смотрите следующее видео. Кстати, есть такой сайт, через который, если вы делаете покупки в своих любимых магазинах, то вы получаете кэшбэк. То есть, возврат определенного процента суммы на ваш счет. Этот сервис называется Smart E-Sale. Если вы заглянете туда, то вы увидите там очень много известных магазинов, которыми мы любим пользоваться обычно. Это и Эльдорадо, и Мвидио, Ашан, Ламода, Кари, ну и многие другие магазины. То есть, и обувь можно покупать, одежду, косметику, бытовую технику, продукты, аптеки. В общем, много-много всего. Более 1200 магазинов там есть. И процент по кэшбэку доходит до 50%. Очень удобно, что там есть техническая поддержка. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то непонятное не получается, пожалуйста, можете задавать там вопросы, и вы получите ответы на свои вопросы. Это приложение можно скачать на телефон, как на Android, так и на iOS. В общем, это крутая идея с кэшбэком. Я уже пользуюсь этим, и мне это очень нравится. Если кого-то это заинтересовало, проходите по ссылочке, ссылочка внизу, и скачивайте, пожалуйста, пользуйтесь. Возвращайте свои денежные средства назад и используйте их повторно также для какой-либо покупочки. На SmartSale есть разные магазины. Вот, например, AliExpress, Booking.com, iSource, детские магазины и многие другие. В общем, LaModa. В общем, заходите, смотрите, выбирайте магазин. Тут можно выбрать конкретный магазин и получать кэшбэк. Заказ делать через него и получать кэшбэк. Ну, а дальше, мои дорогие, сейчас я хочу сделать все-таки депиляцию усиков. В общем, девочки глаза боятся, руки делают. Как говорится, опять меня начинает немножко потрухивать, потому что все-таки это немножко больно. Ну, ничего страшного. Значит, я беру, у меня есть бурный спирт. Я просто беру, спиртиком надо протереть лицо. Я этого не сделала в прошлый раз, и потом у меня прищечки появились. Я думаю, что нужно просто немножко продезинфицировать кожу. И все будет хорошо. Так, что дальше? Дальше я беру полоску. Я ее разогреваю в руках. Вроде бы разогрелась. Теперь надо краешек обрезать. Обрезала краешек. Ой, забыла губы намазать кремом. Блин. Так, я обратно сейчас это склею. Пошла я за кремом для губ. Я так и знала, что что-нибудь да забуду. Ну, вот гигиеническая губная. Да, чтобы губы не зацепить случайно. Так, ну и восковую полосочку я сейчас еще чуть-чуть погрею между рук. Так, ну все, вроде бы согрелась. В общем, приступим к процедуре. Срывать надо в обратном направлении. Это я помню. Ой, больно, блин. Ой. Так, ну что-то получилось. Кстати, вот здесь тоже у меня растут волосы. Вот тут тоже у меня растут волосы. Возрастное, девочки. В молодости не росли тут волосы. Так. Не вижу, чтобы они оборвались. Ой. Блин. Так. Сейчас я одену очки и посмотрю. Так, ну вроде бы, вроде бы результат я вижу. Сейчас еще не везде, мне кажется, есть результат. Пройдусь еще в других местах второй полоской. Так, наверняка, чтобы. Ой, блин. Ой. Наверное, не так срываю. Ну, потому что страшно само себе делать. Красота требует жертв. Ой, блин. Да, что-то я не так делаю. Хотя результат есть. Посрывалась. Я уже осмелела прям. Беру, вот так делаю. Это поначалу просто больно, потом ничего. В общем, девчата, все, разглядела я все как следует. Все хорошо. Теперь. Вот это масло, я его еще не пробовала. Масло после депиляции. Сейчас я его... Я его лучше на руку сделаю. И намажу везде, везде. Оно уберет остатки воска и снимет жжение. По идее, так должно быть. Намажу везде. Ну, в общем, депиляция нормально прошла. Во всяком случае, я все поудаляла. Я посмотрела, все чистенько теперь. Навела красоту, что называется. Ну, все. Теперь какое-то время надо это масло подержать. Когда все уже успокоится, перестанет сжечь, печь, то тогда остатки можно будет удалить просто ватным диском, может быть, даже с тоником. Все на этом. Ну что, подожду какое-то время. Кстати, девочки, хочу показать вам вот это масло после депиляции в восковых полосах. Специально я заказала в Фаберлик. Это с Алоэ Вера. И вот я тут почитала. Тут написано непосредственно после депиляции восковыми полосками нанести небольшое количество, помассировать места и потом сухой салфеточкой или ватным спонжиком удалить остатки этого масла. Вот и все. Оно как раз и снимает вот этот вот липкость, этот воск. И в общем, я сейчас уже чувствую, что уже не печет, вот как пекло изначально. Сейчас еще немножко помассирую и все лишнее удалю. Ну, в общем-то, мне понравилось. Удобно. Сейчас я попробую. Ничего не липнет, но я просто вот удаляю лишнее. Остальное пока ничем не буду смывать. Пусть оно, пусть оно еще свое воздействие повоздействует, короче говоря, и все. Девочки, хотите посмотреть, что у меня сегодня на завтрак? Я вчера сделала котлетки и сделала холодную закуску. Это кабачки, баклажаны обжаренные и там уже немножко зелени. Белый соус я сделала, помидорчиками переложила, чуть-чуть потушила 5 минут и в холодильнике все это охладила. Это как холодная закуска, очень вкусная. Вот, так что это я вам подсказочку. Вот летом очень приятно есть, допустим, такое блюдо. Очень сочное получается и сытное. Кстати, девочки, я же вам еще не говорила. Я поменяла антенну. Видите, у меня теперь стоит антенна обычная, а раньше у меня была тарелка. Теперь я смотрю не Триколор, у меня был Триколор. Теперь я смотрю 20 каналов цифровых бесплатно. И меня это радует, потому что Триколор я последние 3 года я уже не смотрела никакие каналы, кроме 20. В основном я смотрю онлайн, через интернет какие-то фильмы. Вот, или обычные каналы. Вот, так что, ну, за 2,5 тысячи мне поменяли антенну. Сняли ту и поставили эту. В общем-то, я думаю, что это нормально, недорого. Потому что другой мастер мне предлагал вообще 4,5 тысячи. Вот такое у меня обновление. Всем доброе утро. Знаете, сколько сейчас время? Начало пятого. А я уже проснулась. И что я делаю? Правильно, кофе пью. Вот, девочки, бессонница. Проснулась 4 часа. Уже не спится. Встала, умылась, кофе налила. Сейчас сижу, пью кофе. Сейчас кофе попью. Потом, если ничего не придумаю, что поделать, значит, одолягу еще, включу что-нибудь, телевизор. И, может, еще даже посплю. Если получится, еще, может быть, посплю. Но если что-нибудь буду делать, то я тогда подключусь. Ну что, еще раз доброе утро, мои хорошие. Я все-таки, как и предполагалось, попила кофе, легла, включила телевизор, смотрела, смотрела и уснула. И, в общем, поспала еще пару часиков. Теперь я уже выспалась и хочу приготовить завтрак. Ну, на завтрак я хочу приготовить жареную картошку с грибами. Вот такая вот баночка. Это шампиньоны, которые я покупала в пятерочке по красной цене. И мне очень понравилось то, что здесь в составе ничего нет, кроме грибов. То есть грибы, шампиньоны свежие написано, вода питьевая, соль поваренная и антиокислитель. Все. Кислота аскорбиновая. То есть, вот больше ничего. Грибы, соль и аскорбиновая кислота, ну, это для закупорки. Я их тогда взяла. Я вам показывала уже, но я их еще не готовила. И вот сейчас я решила пожарить картошку с грибами. Я, в принципе, думала еще, может быть, их положить в суп, можно грибной суп. Но, честно говоря, такая жара, никаких супов не хочется. А жареную картошечку с грибочками я с удовольствием поем. И, в общем, я сейчас их хочу пожарить. Попробуйте сказать вам, хорошие это грибы или не понравились, понравились, не понравились. Брать или не брать. В общем, оставайтесь со мной, будем вместе это все делать. Я уже почистила картошку, порезала ее, лучок почистила и грибы. Все, больше ничего. Соль, масло, на котором буду жарить и все. Так что, давайте, поехали. Ну, вот я подготовила сковородочку. Я ее включаю. Ждем, пока она накалится. Добавим масло. Картошечку вот я порезала вот такими соломками. Ну, вообще, картошку режьте, как вам нравится. Честно говоря, масло всегда добавляю, еще не дожидаясь пока накалится сковорода. Хотя знаю, что она должна сначала нагреться. Девочки, пока сковорода прогревается, я открыла баночку с грибами для того, чтобы посмотреть, какие они. Ну, вот такие нарезанные шампиньончики. Я понюхала, запах нормальный, в принципе, никакого запаха нет. Сейчас я просто солью всю жидкость и уже будет баночка у меня открытая стоять и ждать. Ну, вот, собственно, всю жидкость я слила и вы видите, да, вот такой вот объем грибов остался. Ну, в общем, ничего так немало и, мне кажется, хватит как раз мне для картошечки. Ну, масло, в общем, нагрелось. Я добавляю картошку сюда. В общем, я дам картошечке сначала поджариться, чтобы она подрумянилась. И потом я положу лук и грибы и буду жарить дальше. Вообще, первый раз такое делаю, что получится, сама еще не знаю. Будем смотреть. Ну, вот, картошечка уже поджарилась немножко, подрумянилась. Я решила, что нужно бросить лук, чтобы лук тоже поджарился. Я попробовала грибы, они мягкие и, в принципе, они уже почти готовые. Поэтому, когда лук поджарится с картошечкой, тогда я уже брошу грибы и уже вместе жарю, потушу немножко. А еще я решила посолить картошку отдельно, потому что грибы, они уже подсоленные. Я их попробовала на соль и вот решила, что нужно не все вместе блюдо солить, а картошку посолить отдельно. Ну, я солю, как обычно, своей любимой, вот этой вкусной солью. Ну, лучок, в общем-то, уже немножко поджарился и нужно, чтобы, наверное, поджарились еще все-таки грибы. Поэтому я их вываливаю. Сейчас немножечко еще вот это пожарится. Я накрою крышкой, чтобы это все протушить и чтобы не испарилась влага из картошки, так она будет суховато. Ну что, картошечка с грибами готова. К ней так и просятся огурчики солененькие. И я хочу это все посыпать зеленью, чтобы это было прямо пахучее, прям ароматное. Все, отлично, все готово. Ну что, мои хорошие, будем пробовать блюдо. Меня интересуют больше всего грибы. Ну, хочу сказать вам, что вполне съедобный вариант. Но, чтобы не лукавить, скажу честно, свежие грибы, наверное, были бы все-таки вкуснее. Но этот вариант консервированных грибов я готовила впервые, впервые я его попробовала. Как походный вариант, он вполне даже приемлем, вполне даже съедобен. Грибы как грибы. Но свежие грибы мне все-таки нравятся лучше. Поэтому, выбор за вами. Брать или не брать, в общем, сами решайте. Ну, а сейчас мне не терпится уже покушать. И уже пора завершать мне этот влог. На этом я хочу с вами попрощаться. Кому было мое видео интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok